Друзья, всем привет! Сегодня покажу вам идею необычной сказочной ключницы. Для того, чтобы ее сделать, подойдет коробочка из-под чая или какая-нибудь другая. В ней нужно сделать отверстие квадратное или круглое, и это будет окошко. Если вы хотите, чтобы была конструкция более крепкая и надежная, то можно еще несколько слоев бумаги наклеить на коробочку с помощью клея ПВА. Я этот момент пропущу, потому что будет сильно затянуто видео. Дальше мы берем обычный лоток яиц и нарываем произвольными кусочками, буквально жменьку, небольшое количество. И теперь будем приклеивать эти кусочки к коробке. Я использую вот такой вот суперклей 88. Обязательно его наливаю и жду, пока он максимально загустеет. Тогда он хорошо схватывается и крепко держит. Если его использовать сразу, после того, как вы из тюбика выдавили, то не получится, как бы он будет слишком жидкий и долго будет засыхать. Так вот в произвольном порядке приклеиваем кусочки лотка, оставляя небольшие зазоры между ними. Мы как бы имитируем каменную кладку. Можно и с помощью горячего клея это сделать, но мне кажется, суперклеем крепче все-таки. Здесь вот я так в хаотичном порядке немножко тоже наклеила. Заднюю часть оставляем без такого декора. Дальше я беру акриловую краску обычную. Я там намешала коричневый цвет. Вы можете взять серый, оранжевый, любой, который вам нравится. Он должен быть немножко темнее, чем следующий. Вот у меня получился вот такой вот коричневый. Наношу его и сушу феном для скорости. Когда он уже подсыхает, я беру кисточку и, немного промакивая ее хаотичными вот такими мазками, добавляю более светлый цвет. И таким образом проявляю фактуру. Фактуру камня. Можно это делать кисточкой. В большей степени, в меньшей. Можно взять вот ватную палочку, например, и выделить вот эти камешки еще дополнительно. Теперь я еще добавлю зеленого цвета. Выделю углы и вокруг окошко. Таким образом. Теперь берем веточки сухие. Отрезаем их так, чтобы их можно было приклеить внутри. Намазываем клеем горячим или суперклеем. И вклеиваем внутрь. Потом их фиксируем еще дополнительно бумажным скотчем. Вот таким образом. Дальше нам понадобится или кусочек файла, или пищевого контейнера. Вот такая вот пленочка прозрачная. Для того, чтобы сделать окошко. Вырезаем ее приблизительно чуть меньше, чем наша сторона коробки. И вклеиваем внутрь. Я использую двусторонний скотч. Можно и клеем подклеить, в принципе, по краям. Мне еще захотелось добавить вот такие вот шторы. Беру два кусочка ткани. Она может быть любая, которая вам нравится. Красиво будет смотреться хлопок или ситец, мелкий цветочек. У меня есть вот такая вот. Я ее присобираю, завязываю на нитку. И буду приклеивать с внутренней стороны вот таким образом. Теперь будем делать крючочки для ключей. Для этого понадобится шпажка, или какая-нибудь палочка крепкая, и проволочка. Если у вас есть готовые крючочки, вообще отлично. Но у меня их нет, поэтому я вот использую проволочку и шпажку. Скрутили вот таким образом и подкрутили на палочку. И получается вот такой крючочек. И сделаю их три штучки. Теперь ее нужно надежно прикрепить к коробке. Для этого я укреплю дно с помощью гофрокартона. Чтобы вырезать деталь, подходящую по размеру, просто прикладываем коробку и обводим ее. Прикладываем, смотрим, что все хорошо помещается. И приклеиваем. Я воспользуюсь двусторонним скотчем. Можно клеем приклеить. Вот теперь у нас будет более плотное, крепкое дно. И к нему можно будет приклеить крючочки. Это я сделаю горячим клеем. Пожирнее ее так намазала, чтобы хорошо это все приклеилось. Но еще все-таки дополнительно сделаю отверстие и зафиксирую это все, всю эту конструкцию проволокой. Вот таким образом. Вставляю проволоку в отверстие по кругу шпажки. И внутри закручиваю это все. Подкручиваю, загидаю. И еще дополнительно наклею бумажный скотч. У меня будет два таких крепежа. Важно это сделать, потому что ключи несут определенную нагрузку. И так конструкция будет более надежной и более крепкой. Теперь будем все это дело декорировать сухими веточками. Нарезаем сухих веточек приблизительно по размеру, как ширина сторон коробки. И так вот в хаотичном порядке с помощью клея. Горячий мне удобнее здесь в данном случае. Приклеиваем эти веточки на разных сторонах. Так как нам нравится. Приложили, посмотрели, нравится, приклеили. Можно где-то маленький кусочек веточки добавить, где-то подлиннее. Вот что у меня получилось. Тут еще одну подклею. Теперь еще хочется добавить сюда немножко мха. Чтобы имитировать мох, можно взять обычную губку для мытья посуды, снять вот этот верхний слой и расслоить его. И вот смотрите, получается вот такая вот правдоподобная имитация мха. Прикладываем и приклеиваем кусочки в хаотичном порядке, тоже как нам нравится. Расположили, посмотрели, все красиво, взяли и приклеили. Если вам захочется еще добавить таких вот реалистичных листиков, оставлю внизу в описании к этому видео ссылку на мастер-класс, как сделать такие очень правдоподобные реалистичные листики из обычных полиэтиленовых пакетов. Внизу в описании к этому видео найдете этот мастер-класс. Так тоже прикладываем их, смотрим, как нам нравится, и приклеиваем. Получается такой более весенний эффект. Смотрю на этот мох, и хочется мне его немножко по цвету приблизить к листикам, поэтому я здесь немножко намешала акриловой краске, и вот так вот прокрашиваю его краской. Ну, начала красить, теперь уже и цветочков захотелось. Беру обычную зубочистку и имитирую цветочки. Кстати, можно взять детский воздушный пластилин и слепить маленькие цветочки, и приклеить их. Даже будет так лучше. Я, как всегда, это все делаю ночью, поэтому к пластилину пока не доберусь. Ребенок спит. Теперь берем вот такой вот светодиодик. Обычно вот в таких вот свечечках продается. Можно и свечечку разместить внизу, а можно подклеить его вверху, если вы хотите, например, сделать такое вот что-то наподобие оберега, внутрь посадить, добавенка, например, симпатичного маленького фигурку. Поэтому я вам покажу два способа. Вот, если вы достаете светодиодик, вы его можете подклеить вверху. Для этого нужно сделать небольшое отверстие, меньше, чем вот этот кружок. Но достаточно, чтобы можно было включать и выключать светодиод. Внутрь подклеиваем фонарик этот. И так его можно будет включать и выключать. Одну сторону мы тщательно заклеиваем. Хорошенько. А вторую просто прокрашиваем те места, где не прокрасили. И вставляем открытую, чтобы можно было в коробочку что-то положить. Покрываем все акриловым лаком для надежности. Теперь я сделаю петельку на заднюю сторону из проволоки, чтобы нашу ключницу можно было подвесить. Вот так сгибаю проволоку. Приклеиваю ее горячим клеем к задней стенке вверху. Еще потом сверху укрепляю картонкой и все это закрашиваю краской. Друзья, напишите пожалуйста в комментариях, как вы относитесь к такому сказочному декору в интерьере. Мне будет очень интересно узнать ваше мнение.